всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и я сейчас ходила в мясную лавку затарилась немножко всяким вот я для разнообразия там говядинку покупаю там купила на супчик девчулям своим миска купила вот и сейчас мы с сыночком пойдем в торговый центр сейчас я его заберу пойдем магазин фамилия сейчас все готовятся к 8 марта мы конечно же тоже и нужно поздравлять учителей наших в общем пойдем с ним походим по торговому центру я очень хочу зайти магазин фамилия я там давно не было очень очень давно так что обещает уже отменить qr-коды так что я думаю что все отлично в общем сейчас возьму с собой магазин фамилия а потом покажу вам и мясные покупки уже дома и если какие-то сделаю покупки фамилии или где мы там будем гулять тоже вам конечно же все покажу ну что зайдем мы погуляем магазине фамилия вот здесь посмотрим что есть интересного скажу сразу я не купила ничего по той простой причине что он у них не работали терминалы по плате карты вообще не работали можно было расплатиться только наличными деньгами вот но я тут всякая правда смотрю вот и я об этом узнала только тогда когда подошла к кассе но здесь на самом деле много чего есть интересного я думаю что я еще раз съезжу фамилию но уже с наличными денежками у меня их не было не было с собой поэтому я немножко просто погуляла по магазину фамилия также хочу пару слов сказать по поводу нынешней ситуации да то что блокируют различные сайты на территории россии я создала кстати хотела купить вот этот вот графинчик вот очень мне понравился такой с крышечкой вот но как я уже сказала не удалось вот много новиночек всяких появилось в общем я создала страничку вконтакте я так понимаю что это сейчас на данный период времени самое более-менее безопасное да но в плане того что не заблокируют на территории россии поэтому все кто не хочет меня потерять кто он хочет ну как-то быть может быть в курсе я постараюсь туда выкладывать что-нибудь какие-нибудь фотографии так далее то подписывайтесь вконтакте я либо оставлю ссылку либо напишу название своей страничке вконтакте под этим видео в общем жду вас жду вас там надеюсь что все будет хорошо у меня будут выходить видео на ютубе да сейчас нам отключили монетизацию но ничего страшного вот я буду выкладывать видео на ютубе единственное что сейчас очень долго грузится у меня все это дело поэтому не знаю насколько часто будет выходить видео в общем любом случае я вас жду вконтакте вот это вот горшочек кстати я на него все смотрю он уже давно тут стоит вот но я его тоже хотела купить но не купила как вы уже поняли ничего это не купила всякие формы кстати очень всякие прикольные появились магазине по таким дешевым ценам нынешнее время да вот так что мы здесь погуляли немножечко просто развеялись скажем так перед восьмым марта очень много конечно же сейчас людей все покупают подарки цветы и вообще вот эта суета перед восьмым мартом она как-то поднимает настроение не знаю уже понимаю что уже весна вот такие вот кстати прикольно очень пуфики нам с сыном они очень понравились только я не поняла сколько они стоят еще всякие различные полочки то есть появляется много вещей для интерьера для дома такое все мне кажется в общем ну много всего интересного вот новенького появилась магазине фамилия я обязательно сюда приду с наличными день денежками снова не что-то для дома интересного обязательно приобрету всякие вот пуфики тоже прикольные нам тут сумочком понравились в общем много всего интересного так что мы гуляем опять же вот эти вот все коробочки системы хранения они очень прикольные такие мне очень нравится вот но опять же я ничего не купила это раз а во вторых я всегда прежде чем взять вот такие вещи всегда думаю о том куда я их поставлю для чего они мне нужны где я буду использовать и так далее текстиль тоже конечно же прикольно вообще магазин фамилии именно которые вот который хожу я здесь всегда много всего интересного и всегда можно купить что-то такое для дома и одежда тоже кстати очень классная когда я стояла там около кассы там девушка покупала куртку очень прикольно такой пуховик не знаю сколько он стоил но очень прямо мне понравился товары для животных здесь тоже есть но и кстати но бывает иногда много то есть большие какие-то завозы бывает мало такие сумки переноски тоже прикольные и достаточно недорого по сравнению с другими магазинами те же для животных бывает кстати и корма сюда привозят но как вы видите сейчас вот только какой-то вот такой корм стоял я даже такого честно говоря не знаю корма всякие лежаночки тоже бывают игрушки миски вот появляются вот так что для животных тоже можно много чего прикупить очень большой стал отдел детских товаров именно для совсем маленьких да где так наверное для года игрушек как-то зато стало меньше вот нижнем белье еще немножко поковырялась как всегда здесь можно найти прикольное нижнее белье кстати вот но и здесь мы еще решили дойти ну просто погулять я вообще хотела у нас открыли магазин подружка хотела попасть туда вот и ну как вы знаете qr-коды уже все отменили так что все же хорошо вот но видите мы гуляем так сказать днем народу не так уж прямо много но все равно вот тут такой у нас магазинчик открыли смотрите какой красивый написано мастерская здесь продается обувь и торговом зале стоит такая прикольная машинка вообще магазин очень прикольно форму вот магазин подружку на самом деле открылся уже очень давно и я просто об этом недавно узнала вам конечно дома покажу покупки здесь как раз таки работал терминал поэтому я смогла кое-что приобрести вот в общем походила побродила посмотрела много интересного мне рекомендовали марку стеллари но я его здесь не нашла так ну что приехала я домой и не давайте покажу вам свои покупки девчонки конечно же мои тут сзади вам хулиганищи ждут и я сейчас немножко угощу вот так джусь и пристань значит купила им желудки индейки две упаковки целая это получается где-то два килограмма чуть меньше двух килограмм вот в общем себе в запасы до им потом буду раздавать здесь у меня говядина на косточке две штучки я взяла на супчик хорошо и плюс я поделюсь говядиной с девчонками своими по статиками взяла килограмм фарша говяжьего так дальше что еще из мяса я взяла вот эти купаты это купаты свины они там очень вкусный пожарю мужу здесь меня восемь штучек получилось вот и он как раз меня будет кушать с огромным удовольствием так дальше и здесь купил еще батон вот такую колбаску это тольятти очень она вкусная очень нравится потом здесь утром нет так много девушка но она нарезала там я говорю ну сколько нарезали давайте тоже какая-то ветчина в общем она очень вкусная такая купеческая до купеческая называется тоже очень вкусная масло вологодское 250 грамм очень вкусная вологодское масло мне очень нравится а вот это белорусский сыр мазам он очень вкусный мы вот его покупаем уже столько времени он действительно очень вкусно вообще белорусские продукты очень мне нравятся так сметанка здесь 15 процентная и творог деревенский он пятипроцентный тоже кстати очень вкусный здесь у меня чуть меньше чем полкило получилось вот но я взяла очень вкусно я его ну что нибудь сырнички может даже какие-нибудь сделаю может так поем посмотрим вот так что вот такие вот у меня были мясные покупки давайте покажу остальные так ну что давайте покажу все свои покупки в магазине подружка это и все я купила себе вот такую расческу вообще я хотела вот видите здесь натуральная щетинка я уже тут немножко причесалась это вообще кошачьи волосы уже девочки вот еле содрала кстати вот эти все этикетки сейчас прям перебесила меня зачем чтобы клеить этикеток в общем смотрите здесь натуральная щетина и вот такая вот тоже у меня шерсть тут какая-то уже и вот такая вот обычные короче я хотела просто из натуральной щетины маленькую вот из натуральной щетины расчески они очень хорошо приглаживают волосы убирает пушистость вот у меня была такая расческа такая маленькая тоненькая ну теперь будет вот такая на замену той своей если вы покупаете вот такую расческу и вот эта щетина оказывается вам слишком жесткой то нужно просто опустить в кипяток вот так вот и потом вытащить она станет мягенькая это проверено мною я всегда так делаю но вот это очень мягко так и купила там была акция значит три три позиции декоративные две позиции декоративной косметики вы покупаете 3 в подарок в общем у меня я себе набрала помадки вообще хотела очень помады от стеллари мне рекомендовали но в итоге я купила вот такую мы стеллари там не было вот поэтому я взяла вот такую мэй блин это номер у нас получается 10 это матовая помада вот она у меня получается вот это посерединке вот и 2 это катрис тоже матовая номер где номер где то здесь был вот 070 тоже матовая жидкая помада она вот это вот снизу они чем-то похожи на мэй блин немножечко посветлее что-то мне захотелось чего-то розовенького такого вот и третье у меня получается вот это в подарок мэй блин в подарок ну как то так это вот такой это типа ли типа лип максимайзера что-то типа вот такой вот я его же нанесла на губке он ведь такой слегка розовый такой холодочек небольшой вот остальные помадки я обязательно попробую поношу посмотрим мне самое главное чтобы не сушили кожу вот в общем вот такая вот вот такие вот помадки купила вот так что вот так вот погуляла не работал в магазине фамилии ничего не купила потому что не работал я не сказала я в этом видео это или нет потому что не работали терминалы там у меня наличных денег не было но не всем не у всех магазина видно зависит от банка да сейчас вот так что вот так в общем на сегодня я буду с вами прощаться вот как раз нанесла вот этот вот этот вот но он что-то типа лип максимайзера похоже с много кто похожий делает на лип максимайзер от dior вот нанесла на губки вот такие вроде визуально побольше кажется наверх вот как то так вот в общем на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч